здрасте а вы вызвали на такси у вас конечной точки не стоит да да все верно у меня просто тут проблема одна мне нужна помощь мужчины у меня там замок сломался не проворачивается ключ прям очень тяжело вы можете мне помочь я заплачу не нет я понял что мужчин рядом нет поблизости почему-то все прошла по соседям там нет никого первый раз конечно такое даже не знаю вообще конечно странно такими вещами отвлекать от работы но раз надо так надо ладно давайте сейчас я заглушу машина далеко идти-то нет а этот дом сейчас давайте а закройте дверку замок сломался замок сломался у нее у меня как раз с руки как у слесаря сейчас все почем а там только провернуть надо ладно кто позвал что эти руки могут проворачивать не только мозги некоторым людям но и замки ох люблю быть полезным денег и конечно не взял как бы она мне не предлагала потому что я верю что мастеру добрых дел прилетит когда-нибудь что-нибудь в виде полутора миллиардов долларов хотя блумберг назвал самый актуальный крепкой валютой стабильный рубль с рубль в рубли надо все вкладывать вот чудо опять что ли что-то случилось я уже боюсь спросить теперь батарея потекла нет я хотела узнать может быть у вас нет заказов сейчас но я еще не успел получить а что сможете подвести тут недалеко а куда какой адрес фонтанки 130 садитесь чтоб не мерзнуть сейчас решим я прям сегодня тимур его команда в одном лице делаю добрые дела так фонтанки 130 сейчас прохладно да сегодня прохладно закрыть-то нормально получилось замок понимаю что он только открывается до закрывается отлично у меня кстати такая история была с одной дверью на прошлой квартире в итоге я рекомендую вам ну прям вот рекомендация души поменять замок ну просто поменять замок и все вопросы сами по себе отпадут ну такой такой красивый девушки если честно первый раз да я буду чувствую богат на комплименты прямо в уменьшем настроение подним так значит фонтанки что поехали куда едете если не секрет работа кем ну блин я думаю что я могу поговорить с вами да раз уж я помог вам кем работаете рассказывайте кем может работать такая красивая девушка это прям по мою душу поэтому когда вы задумываясь на тему почему женщины не дают слушай сюда советы доктора макаровой ты все еще раздумываешь чем заняться и где поднять баблишка дружище мой очень срочно требуется в таксопарк такси хайп курьеры как пешие так и в тариф доставка на своих автомобилях особенно тех которые не проходят по каким-то параметрам для работы в такси ты можешь зарабатывать не меньше на тарифе доставка как я уже сказал и если ты не обладаешь автомобилем ты можешь работать на своих двух ножках это тоже вполне достойный заработок приходи к нам мы тебя подключим будешь бабки иметь когда захочешь с выводом проблем никаких нет мы тебя ждем вот сап в описании и вот здесь вот на экранчике твоем мы тебя подключим очень быстро не успеешь и глазом моргнуть пока таки штаты до которые имеет смысл проработать или я могу ошибаться много вообще обращаются очень хорошо что сейчас эта тема не стала такой запретной если раньше психологов просто боялись сейчас даже сексуал готовы многие пойти но я рад за вас ну то есть без работы не сидите я вот просто есть супер отлично мы тоже таксисты без работы не сидим нас то замки починить вызовут то на работу отвезти я еще прохожу сейчас обучение не знаю есть ли такого таксистов знаете у нас обучение в полях ну то есть у нас у нас обучение происходит опытным путем научиться работать в такси можно исключительно работая в такси за и набора прорабатывая опыт нарабатывая по другому никак никто тебя не посадит рядом с собой и не проведет семинар как справляться с этой работой и заработать больше денег и и вообще а у вас такое возможно что у вас за обучение сейчас происходит обучение психологии эти соматики не только внутренние конфликты но и то что отражается внешне ну вот я прям по себе знаю я загонный парень прям на самом деле загонные у меня режим фоновой тревоги постоянно вот просто нон-стопом и единственное что мне позволяет не фокусироваться на этих тревожных состояниях это постоянно какая-то занятость мне нужно обязательно чем-то заниматься если вдруг у меня появляется вынужденное безделье ну например там я не знаю ожидание в аэропорту там двухчасовое до вылета или состояние в очереди или сиденье в автомобиле ожидания как все у меня начинаются жесткие вообще просто там такое происходит в голове вот и я начинаю суетиться куда-то что-то звонить что-то делать как что-то что нужно мыть машину протирать ну хоть что-то делать лишь бы у меня это не короче вы меня поняли как психолог это же вот это это всегда что происходит да когда человек узнает что его оппонент доктор он начинает мг а какой доктор там типа на уху горнув блин вы знаете у меня вот тут вот менты можете потрогать что опять здесь начинаете рассказ про свои болезни также я сейчас поступил в очень плохо не буду так больше делать с одной стороны это такое состояние что всегда вы стремитесь что-то делать то есть с другой стороны если вы видите в этом проблему то есть можно мой недуг в подвиг но если это вас беспокоит то частично это можно проработать в любом случае это не исчезнет полностью но можно с этим работать можно убрать из этого ту часть где вы нервничаете и просто просто вы будете по желанию работать больше супер мы подъезжаем до прохлада мы хоть лед сошел да уже уже хорошо так скажите где здесь нормально будет можно здесь а прям здесь можно вы хотите обманить заехать сколько я должна очень не могу я все с вас деньги потому что вы очаровательный я черт быть как в этом вы привлекательный я чертовски привлекательным поэтому пусть у вас сегодня будет хороший день и как и у меня тоже поэтому ничего не нужно можете идти работать с людьми помогать людям но я так тоже не могу давайте хотя бы вас сегодня нет буквально на пару часов поработать а потом мы можем куда-то сходить да 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 почему бы и нет да так давайте может быть телефон мне свой продиктуете тогда и я вас наберу через два часа сейчас я вспомню свой телефон вы да не это самое 980 хорошо я вам соответственно позвоню вот и через пару часов и мы и подъеду и договоримся вы хотите только да спасибо мне большое да и вам тоже за то чтобы есть спасибо пока что за пара такой нет ну так я не должен говорить конечно же романтично очень как так а прям с утра проснулся разделся перед зеркалом смотрю на себя и думаю чувствую нужна помощь мне психолога сексолога потому что я чего-то сдаю позиция тут как раз друзья мои только кофе вы знаете мой принцип я пью только кофе никаких там никаких там только кофе для тяж кофе не пью цикорий с собой возьму цикорий выпью кофе перестал пить реально что-то у меня цикорий стал пить цикорий не кофе конечно но в целом такая имитация которая позволяет протянуть без кофе какой-нибудь одной из серий какой-нибудь следующий расскажу как попил кофе расскажите напишите пожалуйста во-первых стали были выпить кофе с такой девушкой а второе а если у вас какие-то проблемы или вопросы которые вам хотелось обсудить сексологом психологом воспользовались ли вы бы вы этой ситуацией вот я чувствую мне надо прям посмотрел на нее прям чувствую у меня прям такие проблемы такие проблемы вы пишите пишите а я пойду поеду бабки отбивается не все время же холостую работать друзья мои всем привет напоминаю что в моем самом крутом таксопарке россии такси хайп работают не только таксисты но и курьеры по тарифу доставка как пеший так и на своих авто а кто после первого сентября здесь новым законом не хочет рыб по каким-то причинам не может работать в такси переходите обязательно в курьер там есть работа я знаю по своей аналитике я вижу это в отчетах ребята зарабатывают не меньше чем в эконом тарифах поэтому студенты кому нужны деньги пишет пешими курьерами можете устраиваться мы вас подключим и те кто у кого старенькие машинки тоже можете работать курьерами по доставке все приходите телефон вы видите на экране в описании вот запишите мои менеджеры подключат вас очень короткое время и вы не останетесь без работы пока пока